добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики сегодня хочу поговорить с вами на тему новых батарей у споры как всегда не утихают нужно не нужно заряжать нужно не нужно работать с новыми батареями мое мнение однозначно и что в 90 95 процентах новые батареи нужно обслуживать перед тем как ставить на автомобиль для того чтобы эту батарею первично полностью полностью или почти полностью раскрыть вот давайте эту ситуацию рассмотрим на примере вот такой батарейки которые мне сегодня привезли это батарея барс наш кайнаровский производитель производитель кайнар толды кургана батарейки неплохие батарейки кальциевые это азиатский корпус на приобрели на митсубиси митсубиси митсу писи голланд азия вот такие параметры так и выпуск 257 день 21 года то есть это сентябрь 21 года батарейки грубо мягко говоря полгода и вот с такими параметры с такими параметрами это батарейка ко мне припрыгала значит посоху 93 процента 90 процентов заряда 580 ампер батарейка выдает напряжение 1254 сопротивление 475 так ну вот пара параметры я записал давайте замерим плотность плотность я уже мерил при клиенте так 124 с половиной плотно давайте замерим ну вот как видим 124 с половиной даже 124 если быть точнее суде они меняют то есть плотности в батарее нет в этих батареях плотность 128 129 это все зависит от партия до сих пор не могу понять как каким образом производитель делает ставку на ту или иную плотность по каким признакам по каким параметрам таким мыслям так ну что для того чтобы нам с этой батареи поработать и ввести в эксплуатацию вам друзья нужно приготовить листочек бумаги и ручку записать код и цифр потому что вы их вряд ли запомните значит сразу будем делать 3 ктc 3 контрольно-тренировочный цикла с этой батареи значит первоначально заряжать не будем будем сразу и разряжать до напряжения 10 56 вольт а это очень важно 10 именно 10 56 пожалуйста запишите эти цифры значит как только мы высадим эту батарею до этих значений тут же мы ее заряжаем заряжаем 17 вольтами и 17 амперами почему 17 но 17 это во-первых мое любимое число и там 17 здесь 17 неплохо звучит правильно значит как только мы зарядим делаем следующий разряд но во время заряда вам нужно просто необходимо для более полного усвоения заряда попить чайку желательно попить чайку с медом или с вареньем ни в коем случае с конфетами не пейте после 2 2 цикл делаем точно также будем делать точно также такие же токи такие же напряжения все значения в норме записываете записывать но после второго цикла обязательно нужно выпить полторашку пиво иначе заряд не усвоится самый главный момент разряжать нужно разряжать высаживать батареи нужно лампочкой выключена из соседского подъезда после третьего цикла нужно выпить пузырь водки и тогда заряд усвоится очень конкретно если вы еще разобьете лобовое стекло соседу который неправильно паркуется то все будет лихо так все записали так теперь эту бумажку нужно необходимо съесть для полного усвоения информации очевидно все сейчас подумали что николаевич начал подсвистывать гусей погнал пургу погнал и что-то что-то с ним не так ну друзья мои такие же мысли ко мне приходят иногда ко мне приходят когда я смотрю ролики некоторых наших аккумуляторных брод блогеров когда они начинают распоясываться с новыми батареями мы а бумажку съели замечательно будем считать что она вам больше не пригодится так заряжать мы будем эту батарею новую абсолютно новую батарею которые полгода на самом хреновом зарядном устройстве которая есть мы не будем так говорить что она хреновая но будем ближе беспонтовым одно из самых беспонтовых устройств которые у меня есть продемонстрирую так вот это вот вот на конкретно на этом они два одинаковых подключим к верхнему вдруг нижняя нам пригодится я его использую для предзаряда почему самое хреновое потому что она заканчивает заряд на одном ампере то есть 1 ампер это для него считается практически окончанием заряда и форма волны здесь довольно таки интересное вначале она заряжает по напряжению 14 8 вольт как только 14 8 достигает напряжение и напряжение падает до 14 7 то есть напряжение окончания заряда на этом устройстве 14 7 вольт более хреновая конечно вот это вот в импел 15 можно в принципе на нем зарядить это я к тому что вот эти вот все издевательства над новыми батареями они не нужны то что они не нужны сейчас я поставлю время уже по что собираться надо домой сейчас я поставлю эту батарейку на вот это зарядное устройство и с чистой совестью поеду до дому но сегодня придется немножко задержаться наверное до пол седьмого но суть дело не в этом суть дело в том что я ставлю на интеллектуальной как бы написанный но это хреном собачьем здесь ничего интеллектуального нету автоматическое устройство будем так говорить и завтра по приезду мы снимем показатели с этой батареи пока запись приостанавливаю так если кто бумажку съел и не запил запейте пожалуйста запись останавливала и возобновим возобновим эту запись завтра утром вот так подключил зарядному устройству и теперь включаем это самое зарядное устройство и опернотерятор не выскочивают поехали поехали моментально вот 7 и 9 ампер как я уже говорил это зарядное устройство заряжает по напряжению то есть максимальным током первоначально и максимальный току этого зарядного устройства написано 8 ампер ну дальше 7 и 9 я ни разу не видел вот ток начал падать ну все пусть заряжается заряжается спокойно свободно самоуверенно и достойно оставлю без всяких стеснений эту батарейку на этом зарядном устройстве до утра потому что одно из достоинств этого устройства то что она переходит буферный режим и буферный режим держит неплохо так ну а теперь вот на сегодня все время без 15 6 чешется пятки до дома сторону дома но пока еще есть работка она сейчас приезжала два клиента сделала диагностику и кой какая работа есть еще ну на сегодня достаточно итак друзья приехал сегодня приехал пораньше но никак не мог добраться до этой батарейки приехал полдесятого сейчас уже порядка 11 часов и в полдесятого на нашем заряднике было написано уж уж типа того что заряд окончен что это зарядное устройство перестала работать с этой батареей давайте замерим вначале плотность я думаю пару баночек замерим для полной уверенности и что мы видим а мы видим 128 128 и в этой баночке также 128 надеюсь видно нет 128 так сейчас мы этой батарейки дадим часик два отстояться и будем делать замеры тестером и во время замеров я скажу те мысли которые у меня накопились моей головушки по поводу обслуживания именно новых батарей друзья прошло ровно два часа два часика и наш барсик отстоялся будем так горит но он не до конца еще стоялся минимальное время для отстоя два часа так как он стоял в буферном режиме и мы видим вот такие показатели батарейка показывает сто процентов 606 ампер пусковой ток нрц 1323 ну батарейки надо еще часика 4 остается для того чтобы у нас устаканилась нрц но очень много работала сейчас минутка свободность допилю этот ролик и приступлю другим своим прямым обязанностям значит что хочу сказать друзья мои но в первую очередь хочу сказать что наверное открою вам небольшую тайну о которой многие вот такие аккумуляторные мастера блогеры наверное даже не догадываются прежде чем выпустить вот такую батарейку вот такой аккумулятор производитель вложил в это дело ну не знаю я не считал деньги до возможно даже несколько миллионов долларов сша в разработку технологий в исследование во всевозможные эксперименты опыта и все прочее и тут находится вася который купил тестер купил пару зарядников и говорит да на в одном месте я видал этих производителей я день и аккумуляторный гений и я сейчас размотаю эту батарею до таких невероятных параметров что производителю даже не снилось что хочу сказать от себя ну ребята не будите лихо производитель заявил 600 ампер мы их увидели на батарее все достаточно не надо ее разматывать да безусловно ее можно размотать сейчас она и пока покажет и 620 до 650 лично я могу эту батарею размотать но ценой ее ресурса все что в ней заложено заложено необходимое как правильно сказать необходимый задел для того чтобы батарея развивалась дальше сама по себе как многие заявляют да вот батарея там не доформована надо ее доформовать да вы молитесь чтобы у вас батарея которая попала к вам руки была не доформована и случае просадки это может произойти абсолютно с каждым отказал генератор забыли выключить свет дети включили музыку послушали и высадили батарею вот вам лишняя формовочка пожалуйста не откладывайте в долгий ящик опять зарядите батарейку и батарейка будет служить вам долго и счастливо а вот эти вот эксперименты ребята с новыми батареями я вам наглядно показал что обычным заурядным зарядным устройством эту батарею можно вытащить до этих параметров необходимых но есть несколько моих замечаний и моих советов которые на мой взгляд нужно придерживаться первое замечание это я обратил ваше внимание что батарейка выпущена еще в том году в том году или годе сентябрь месяц то есть батарейка продавалась я их называю автомагазин широкого профиля ну по-другому там и швец и жнец и на игре дудец продают все подряд запчасти масла то свой аккумуляторы резину и все прочее ну дабы увеличить свою маржу дабы куда-то вложить деньги вот вкладывают пока закупают аккумуляторы друзья покупайте аккумуляторы в специализированных магазинах это первое который торгует так аккумуляторами и у которых нет вот таких полугодовых застоев батареи на прилавках чтобы они не застаивались аккумуляторы желательно покупать аккумуляторы не старше трех месяцев от даты выпуска одна такая прописная истина что эксплуатация аккумулятора начинается с момента его заливки электролитом все вот залили сделали формул очку поставили на аккумулятор дату вот с этого момента будем считать что батарея начала эксплуати вошла в свою эксплуатацию и поэтому желательно брать как можно ближе дать изготовление это первое второе если берете специализированном магазине нужно искать такой магазин который не стесняется показать параметры вам на тестере но никак не нагрузочной вилкой я мог вчера вам показать нагрузочной вилкой что это батарея да она исправна да она нормальная но она же не вытягивала параметры видели какие параметры а батареи батареи в основном это имеет вот это свойство памяти щелочные батареи но по моим личным наблюдением кислотные также имеют это свойство памяти то есть если вы установили автомобиль на автомобиль батарею с такими параметрами эти параметры они останутся у вас не батарея на автомобиле она не будет развиваться имейте ввиду что генератор работает заряд от генератора автомобиля работает по напряжению то есть как только он увидел 14 4 там 14 2 все релюшка отключилась и заряд не идет в отличие от стационарного заряда где мы можем влить какую-то емкость в эту батарею на автомобиле так не получится поэтому батарея конечно будет деградировать значит по запасу мощности батареи первые полгода они должны развиваться у достойных производителей также при покупке батарей при покупке батарей берите правильных производителей вот есть каналы на ю тубе вы я знаю что вы их смотрите где делают сравнение батареи но я как бы это тоже приветствую потому что не охота выкидывать деньги за красивые наклейки пусть наклейки будут не такие красивые как хотелось бы но важно чтобы эта батарея крутила и заводила свой автомобиль чтобы мы не мотали сопли на кулак в какой-то при понижении температуре на улице значит так протестер я сказал и вот это вот что я сделал по идее это прописано во всех паспортах во всех инструкциях которые прилагаются к аккумуляторам вот эту работу должен был сделать представитель торгующей организации то есть вам должны были выдать на гора батарею уже вот с теми параметрами которые мы увидели на тестере то есть заявлено 600 ампер заявлено 600 ампер от это батарейка должна была выкатываться привавка если она выкатывает больше такое бывает такое есть есть батареи которые идут с привавка с превосходящими параметрами которые заявлены это тоже хорошо но имейте ввиду что партия на партию не сходится даже те окомы хваленые реакторы у меня было такое что я приезжал в магазин я не мог выбрать пришла партия новых батарей а выбрать нечего было то есть и я и мы с покупателем уехали так и не купив батарею потому что по совокупности вот этих параметров я знал что эту батарею если даже я вытягиваю до ста процентов до этих параметров которые батарея выдает но она работать долго не будет были люди которые не послушали меня потом привезли эту батарею я и разматывал до ста процентов батарея отходила три года и все поэтому мой совет совет и настойчивая рекомендация подходить к покупке нового аккумулятора очень серьезно они так что вот он приехал в магазин там приехал за маслом купил аккумулятор нет ребята ну так не прокат не прокатит это хорошо что как есть такой аккумулятор сервис житой горе в которые привезли и батарейку размотали до нужных параметров в другом случае он же не одну батарею привез там батареи очень много и эти батарейки они улетают на автомобиле и потом не не работают и говори владелец потом ходит и ноет вот у меня батарейка два года отработала и все и сдулась и не крутит качество батареи надо относиться очень серьезно во первых к покупке вот эти условия соблюдайте которые я о которых я сказал выше ну и в принципе что еще добавить не экспериментируйте не надо разматывать изначально батареи все что она выдает друзья выдает 600 ампер заявленных отлично просто великолепно 600 ампер увидели но это батарейка состоится на я думаю что 15 120 ампера смело выкатит но мы-то ее с ней ничего не делали не экспериментировали не какие-то там ктц бесполезные какие-то каждой ктц это уменьшение ресурсов запомните запишите где-то завяжите узелок на память каждой ктц уменьшение ресурсов все тем более на новых батареях что-то я начал энергично разговаривать надо попить кофе выпить кофе с шиповником рекомендую кстати отличный энергетик и буду желать вам добра удачи всего самого хорошего наилучшего не теряйтесь на моем канале будет надеюсь будет еще очень много интересного не подписки не лайки клянчить не буду смотрите сами поставите отлично не ну и бог с ним я с ютуба ничего не имею делюсь своим опытом чисто на добровольных основах ну что еще хочу пожелать самое главное друзья мира самое главное мира 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 еще раз мира это мое основное пожелание и желание надеюсь вы поняли о чем я говорю так ну и самое главное берегите свои батарейки всем пока